Уважаемые читатели, зрители, сегодня в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии вы услышите рассказ, как одно из величайших изобретений человечества наполнило нашу жизнь яркими красками. В фонде нашей библиотеки есть книги «100 великих изобретений человечества», «10 великих изобретений человечества», «Изобретения и открытия, которые изменили жизнь». Давайте вместе вспомним их. Колесо, бумага, прялка, порох, электрическая лампочка. До того, как человек научился пользоваться огнем, единственным источником света для него было солнце. Но когда наступала ночь, людям грозили дикие звери, которые хорошо видели в темноте и могли напасть на человека. Если ночь заставала людей в лесу, они могли заблудиться и не найти дороги домой. Они не умели предвидеть приближение зимы с ее морозами и еду не умели готовить, ибо не владели огнем. Так проходили тысячи лет. Страдания человечества совсем не беспокоили богов на Высоком Олимпе. Один Прометей не мог больше оставаться равнодушным. «Я помогу этим несчастным!» — воскликнул он. «Я сделаю их счастливыми!» Прометей выхватил из горна искру божественного огня и спрятал ее в сухой камышинке. «Огонь! Огонь! Вот что необходимо иметь людям!» Падал белый холодный снег. Его подхватывал пронзительный ветер. Скорчившись, люди сидели в пещере, прижимаясь друг к другу, пытаясь спастись от леденящего ветра. И вдруг в пещеру словно молнией влетел Прометей. Глаза его сияли радостью. Возбужденное лицо светилось горячей любовью к несчастным. «Вот вам огонь!» — крикнул он. «Разожгите костры и согрейтесь!» Люди стали разводить костер, на котором научились готовить пищу, и у которого грелись. От костра в пещере становилось светло и тепло. Огонь кормил и грел человека, спасал его от пугающей ночной темноты. Защищал от обширного, страшного мира, от злых зверей. Все радости были только около огня. Многие века он был единственным источником света. А очаг сделался священным местом жилища. Переносной светильник — следующий этап развития освещения. В таком качестве стали использовать пакелы и лампады. Пожалуй, всем знакомо понятие «мрачное средневековье». А почему оно мрачное? Может быть, потому что человек жил практически в отсутствии искусственного освещения. А это совсем другой ритм жизни. Для освещения дома стали использовать лучину, которую обычно делали из березы. Один конец лучины закрепляли в подставке, а другой зажигали. Лучину важно было правильно расположить, чтобы она лучше горела. Лампады, или так называемые масляные лампы, появились еще в античной Греции за несколько тысячелетий до н.э. Первые упоминания о свечах относятся к третьему веку до н.э. Свеча стала практичным аналогом лампад, более экономичным и менее пожароопасным. Свечи изготавливали из пчелиного воска, бараньего жира, внутрь вставляли фитиль, который делали из ниток. Свеча – это очень удобное изобретение. Она используется и сегодня. В средние века свеча стала предметом культа. О ней сочиняли стихи, пели баллады, ее часто изображали на картинах художники. Появились свечных дел мастера, которые изготавливали цветные, ароматные, оригинальные по форме свечи. Кузнецы, гончары, скульпторы начали делать подсвечники оригинальных форм. Кроме того, свечи варенья освоили все монахи, ведь свеча стала обязательным атрибутом церковных таинств. К концу 18 века, благодаря достижениям химии, получило распространение газовое освещение. В качестве ресурса использовались горючие газы, помещенные в специальные стеклянные емкости для безопасности. В конце 19 века широкое распространение получили керосиновые лампы. Устройства из стекла и горелки, наполненные горючим. Они горели гораздо ярче и дольше, чем лучина или свеча. А кроме того, были более безопасными. Такие лампы ставили на стол, вешали на стены. Их до сих пор иногда используют из практических или эстетических соображений. Все перечисленные способы были очень опасны. Все изменилось с изобретением электричества. Нельзя ответить однозначно на вопрос, кто изобрел привычные нам лампы накаливания. Над проблемой трудились ученые многих стран на протяжении целого столетия. Но очевидно, что наиболее значимые открытия в этой области совершили российские, американские и английские исследователи. Изобретение электричества позволило ученым шагнуть далеко вперед в разработке осветительных приборов. Первым этапом стала идея использовать свет, который сопровождает дуговой разряд между двумя проводниками, расположенными на небольшом расстоянии. Данное явление активно исследовали русский ученый Петров и английский физик Дэвид. Они работали с металлическими и угольными проводниками. Основным недостатком была недолговечность устройства. Время работы ограничивалось пятью минутами. Стержни, которые служили проводниками, очень быстро выгорали. Их надо было менять. Именно поэтому, хоть изобретение и появилось в начале XVIII века, оно не вошло в практику. В начале XIX века над проблемой электрического освещения работали многие. Активно проводились исследования по световому эффекту от накаливания разных материалов. Ученым приходилось искать проводники, способные давать достаточно света, при этом не перегреваясь, не плавясь и не загораясь. Необходимо было определить удачное сочетание между нитью накала и средой, которая ее окружает. Чтобы оградить нити от воздействия кислорода, начали использовать колбу. Экспериментами в этой сфере активно занимались английский ученый Дэви и бельгийский исследователь Жабар. В 1840 году английский астроном Деларю придумал изготавливать нить накала в форме спирали. В 1854 году германский часовщик Гебель создал прототип современного устройства и фактически изобрел лампу накаливания. В качестве нити в ней использовался обугленный бамбук, а чтобы предупредить горение, из колбы был удален кислород. Альтернативный вариант предложил химик и физик Джозеф Суон из Англии. В его осветительном устройстве в качестве элемента накаливания использовалась углеродная бумага. В 1874 году русский ученый Александр Ладыгин получил патент на изготовление лампочки с угольным светящимся элементом в стеклянной колбе. Александр Ладыгин родился 18 октября 1847 года в селе Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской губернии. В 1859 году поступил в Тамбовский кадетский корпус, а потом в Московское юнкерское училище. Получив диплом военного инженера, переехал в Петербург, где стал посещать занятия по химии, физике и механике, которые проводились в технологическом институте. Необычайно увлекся разработкой схемы лампочки накаливания, оставил службу и полностью посвятил себя изобретательству. Именно он предложил в качестве спирали использовать вольфрам и молибден, которые хорошо противостояли температурному воздействию, что увеличивало срок службы прибора. Одним из первых стал выкачивать воздух из колбы, что замедлило процесс окисления спирали. Первые экспериментальные осветительные элементы получили необычайное распространение в России и за рубежом. Ими начали освещать улицы и площади. А первая лампочка, которую начали продавать в Америке, была изготовлена по патенту Александра Ладыгина. Параллельно во второй половине 19 века исследовательской работой занимался Томас Эдисон. Американский ученый активно тестировал проводники из разных материалов, пытаясь найти наиболее долговечный и экономный. По одной из версий, в конце 70-х годов к Эдисону попал экземпляр лампочки Ладыгина. Изучая ее устройство, он смог сделать настоящий прорыв и изобрести лампочку в том виде, в котором мы привыкли ее видеть сегодня. Результатом его работы стал прибор, который смог светить без перерыва почти 40 часов. Также Эдисон изобрел поворотный выключатель и смог значительно усовершенствовать изобретение Ладыгина. Среди корректировок, которые он внес, были следующие. Откачал большее количество воздуха из колбы, сконструировал винтовой цоколь, придумал патрон. Оптимизация устройства позволила снизить его себестоимость и запустить массовое производство. Благодаря своим работам к 1880 году Эдисон смог предложить миру лампы с эксплуатационным ресурсом до 1200 часов. Современные лампы устроены по-разному. Одни из них наполнены газообразными веществами, другие представляют собой пластиковую микросхему. И обычной, привычной для нас колбы у них нет. Одни предназначены для того, чтобы освещать все вокруг, а другие для того, чтобы акцентировать детали. Кроме грамотного использования лампочек, мы должны научиться правильно их утилизировать. Обычные лампы накаливания можно выбрасывать в мусорный контейнер. Они не представляют собой опасности для окружающей среды. Энергосберегающие люминесцентные лампы надо упаковывать в специальный контейнер и сдавать в управляющей компании или на специальные пункты приема отходов. К сожалению, таких пунктов пока очень мало. И они обычно расположены в строительных магазинах федерального значения. Продолжение следует...